Преображение Господне. Как оно связано с Крещением Господним? Островнить очень легко. По словам, какие там были сказаны. И сей из облака глаз, благорящий, сей из Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте. Благоволение – это расположение. Благая воля исполняется в нем. И Его слушайте. Вот у человека пять органов чувств. Это зрение, на которое падает примерно 85% нашей информации. Слух, осязание, рукой пощупать, обоняние, нос, вкус. Все. Так вот, в вопросах духовных на первое место выходит не зрение, а слух. Мы слышим. Сколько раз Господь говорит, придите ко мне. Исследователи Святой Библии находят, что это слово произнесено было в разных вариациях. Придите, приблизьтесь, обратитесь. 1900 раз. 1900 – это больше, чем в сутках минут. И нам Господь не может достучаться. И два раза будет сказано, отойдите от меня. Я не знал вас. Не твоим ли именем изгоняли, то есть имя Божие произносили, ходили в храм. Я никогда не знал вас. Мы причащались. Мы чудеса творили. Никогда не знал вас. Вот если бы мы действительно расслышали голос Божий, страхи Божьи, мы поняли бы, жизнь кратковременная, и притом внезапно кончается. Что смертная – это еще полдела. Привыкли к этому. Но именно в том, что она внезапно погибает совсем молодые, и дети, и в самолетах, и где только не погибают. Поэтому приготовься. Помни последнее твоя, и вовек не согрешишь. То есть последнее мгновение. Попросить прощения. Нет взрыва, ничего нет. А может он покаялся. Да как покаялся. Молодые едут. Это все в Алтайском крае. В газели. Как они едут? Почему такая скорость? Лопается шина, и все летят в пропасть. Все погибли, свадьба закончилась. О чем они говорили? Ну, неверующие люди, о чем они говорят? Это же не надо скрывать. Как правило, это блуд. Больше не о чем говорить. Итак, его слушайте. Если человек к этому расположен, то как проверить, он это или не он? Вот сегодня мне показали, в интернете поставили ролик, один священник, назвал сына своего Иисус Христос. Иисус это имя. Иисус Новин. Иисус сын Сирахов. И имя святого есть Иисус. Но Иисус Христос, такого имени нету. Он один. Я сразу сказал, ни одного доброго отзыва не будет. Так и есть. Пошли комментарии. И сразу же. Многие придут под именем моим. То есть сына его к антихристу уже приравнивают. И как он дальше будет жить? И в честь священника, и показывать священника на Украине. В честь кого он назвал? В святцах этого нету, что Иисус Христос. Христос это не имя. Христос это означает помазанный, благословенный. В нем благоволение Господне. А кем он будет сын? Может быть самым порочным. На посмеянии отцу. И об отце говорят, он нормальный или нет. Или его проверить надо, как шизоприника где-то. Иисус Христос. Ну а его сын, если будет, как величать? Иисусом или Христосом еще? То есть безумие. Почему тот человек, который это сделал, он не расслышал. Что Господь говорит, славы моей никому не дам. Я Бог и нет иного, кроме меня. Пророк Иисус за 750 лет уже изрек это. Славы моей никому не дам. Все кончилось. И вот эти попытки, что-то особое, чтобы на него внимание обратили, высказать, только приводит к безумию. Итак, его слушайте. Я могу сказать по своей просто биографии, что у нас Евангелия не было. Псалтырь была на славянском языке. Когда мать уходила на работу, я снимал эту книгу и читал, и запоминал. В первом классе. На год пошел раньше в школу. Что это такое? Я сейчас вспоминаю. А брату это не нужны, не было. Бог. Бог побуждает тебя. Я по одной строчке находил в безбожьей литературе, где говорились слова Библии. Но так как бывает на одной стороне и на другой божественной. Я покупал два экземпляра брошюрки и вырезал и склеивал, чтобы прочитать. Но я не знаю, что эти цифры означают. Цифры означают книга, глава и стих. И вот когда я впервые получил Евангелие в руки, в 23 года, я многое там нашел. То, о чем тосковала моя душа. Как будто бы я это считал когда-то. Что это? Голос Родины. Голос Отца Небесного. Он достиг. Он коснулся. Есть такой рассказ, как у матери у одной цыгани украли ребенка. И сколько она не искала, заявляла в органы власти, все было бесполезно. Она была одинокая. Дочери было года три. И однажды соседка прибегает и говорит, табор остановился. Я видела твою Настю. Она сразу заявила в органы. Лагерь этот остановили, табор. И ребенка отдали матери на один месяц. Судья говорит, как? Ни резуса, ни группы крови не было. Это старое время было еще. Представляете? В течение месяца. Если она вас признает, матерь, значит дочь ваша. А если она не признает, я ничего не могу сделать. Можно только представить, что это был за месяц. Самое лучшее, что было у нее, она все тратила, чтобы ей было хорошо. Доченька моя, родная, единственная. Кровинушка моя, она играет в кучу игрушек и время от времени спрашивает, а когда мы к моей маме пойдем? Для нее, мать, это грязная колдовка, цыганка. Курящая, не знающая Бога. Наступил последний день. Мать понимала, что повторно лагерь здесь не остановится, табор. И ей уже никто не даст этого шанса. Она сидела и молилась. И тогда стала петь колыбельную песню, которую она ей пела когда-то. И в другой комнате с криком «Мама!» бросила к ней наша и дочь. Вот так люди сегодня, они забыли голос Отца Небесного, они его не знают. А он в нас находит отклик. Я говорю по себе. Я расслышал этот голос. Сегодня идет невиданная никогда раньше атака на Слово Божие, на Слова Христа. Библия – это еврейская книга. Нам не надо считать. У нас свои Велесы. Есть другие книги. Да зачем нам еврейский Бог Христос, Богородица? Да Библия переведена неправильно. Там найдены ошибки. В костер поленья свои бросил митрополит Иларион Алфеев. Что надо было бы пересмотреть кое-что. Этого было достаточно, что сегодня заговорили тысячи мест Библии переведены неправильно. Хотя в Библии каждое слово высчитано до буквы. А мы перед Богом. И Господь сказал «Я бодрствую над Словом Моим». Я. Если человек бодрствует, иногда зацепает. И в это время можно сделать то, чего ты не желал бы. Здесь нельзя сказать «Бог говорит, он не дремлет и не спит». Он всегда бодрствует. Если Господь бодрствует, то мы вспомним, что русский перевод синодальный 1876 года, 140 лет назад, проводил не один человек, как у немцев, Мартин Лютер. Не как Библия короля Джеймса в Англии. Четыре духовные академии. Лучшие переводчики. По природе евреи. Знающие так язык, что писали учебники для еврейских школ, как Павский Герасим Петрович. Как Вольсон Давид Аврамович. Я напоминаю, что когда я беседовал с Александром Менем, это человек громадной учености, эрудит, энциклопедист, я спросил его, а вы могли бы переводить вот так, как переводил Хвойсон? Или как Павский? Он даже отшатнулся от меня и говорит, нет, еврей. Работающий с оригиналами еврейскими книгами, но он не держал даже подумать, что такой перевод сделать. Этот перевод 140 лет издает православная церковь, никаких других переводов не зная. Этот перевод признали все сектанты, кроме свидетелей Иеговы. Все. И адвентисты седьмого дня, и баптисты, пятидесятники, харизматы. Все издают Библию. Речь идет о сотнях миллионах экземпляров. Католики. Все издают синодальный перевод. Ее издавали до царя, при царе, при царе, при советской власти, при всех патриархах, какие были, и зарубежная церковь. То есть Бог положил всем на сердце одинаково. Это его слово, это лучший в мире перевод. Хотя ее считают на 2896 языков переведенные. Не целиком Библия, Новый Завет, отдельные слова. И всюду звучит, слушайте, это его слово. Иисус говорит, я не от себя говорю, но что Отец мой сказал. И вот в день преображения мы слышим снова эти слова. Это сын мой возлюбленный, его слушайте. Никого не слушайте больше, но сравните со Словом Божьим. Если человек говорит не так, как написано в Святой Библии, повторяю Галатам 1 глава 8-9 стих. А напимо проклятие ему. Херем. По-еврейски. Даже ангел с неба сойдет, будет говорить. А напимо. Все вместе апостолы соберутся. А напимо. Слушайте. Я сегодня специально еще раз решил проверить по поисковику библейскому. И нашел, что примерно 7 часов в день по каждой минуте Господь говорит, слушайте. Слово ухо. Открой ухо, я вложу. Будто бы это вместилище какое-то. Я вложу слова мои. Везде и всюду проверять на себя. Слушайте, что сказал Господь. Он сказал. Да умолкнет небо и земля и всякая тварь. Ибо Господь говорит. Так начинается книга великого пророка, ветхозаветнего ангелиса, как его зовут Исаия. Слушайте, князья Гоморские и Содомские. А Содом и Гоморра давно утонули. Сегодня вся земля Содомская и Гоморская. Однополые браки. За что погиб этот мир Содом и Гоморра? Стали гоняться за чужой похотью, чужой плотью. Оставив естественное призмение женского пола, заменив противоестественным. Разжигаясь похотью друг на друга, мужчина на мужчина. Это официально. И когда сказали, что это Содом, пишут в Дании, его под суд отдали, священникам. То есть мир стоит на грани полного исчезновения. Ибо близко-близко где-то мы стоим. Эти гей-парады. Но удивительное дело, что президент Российской Федерации, когда спросили его, он сказал, у нас и так народу мало. А если мужик на мужике женится, ничего не будет. И не принял. В Грузии их разгромили все эти парады, больше они не выносят. У мусульман, если это есть, они узнают, что есть такие люди, их сразу уничтожают. Уничтожают. Их преследовал Гитлер, уничтожал. Преследовал Сталин. Уголовная статья была. Сегодня все убрали из закона. На Россию смотрят с надеждой. Выберется она вот из этой катавасии, из этого хлама. Любите Слово Божие. Это сказал Господь. Воскресший наш Спаситель. Я проверил все места, где Господь говорит, слушайте. И вдруг нахожу причину. Почему не смотри, а слушай. Потому что бывает человек в вузах. Павел некоторые послания написал из тюрьмы, как послание к филиппийцам. Как он может сказать, смотрите. Он в камере сидит. Значит, слух, Слово достигает дальше. А вот в конце написано, иди и смотри. То есть отдельным избранникам Господь говорит, чтобы он точно мог передать. Иоанну Богослову говорится, иди и смотри. Безбожники взяли эти слова и поставили фильм. Как наступают немцы, как там мальчики. Иди. А мы скажем, Слово Твое, Господи, достигло нас. И мы должны понести его. Нужно сказать не только слушаю, но добавить две буквы. С и мягкий знак. Это притяжательное мое стремление. Я мою. Мою, что ребенка. А я моюсь. То есть сам себя мою. И так здесь. Слушаю и слушаюсь. И да слыба слышит раб твой. Говори. Первосвященник Ильи так учил отрока, Самуила. Когда его Бог избрал. И сказал, Самуил, Самуил. Он слышать-то слышал, а не понял. Прибежал к своему учительу. Он говорит, я не звал, ложись, спи. Он второй раз. И третий раз. Тогда он понял, что Господь начал говорить. И когда он скажет, ты скажи, слушай, раб твой. И когда мы слышим Слово Божие, читаем Евангелие, это мы слышим. Мы должны остановиться. И сказать, слушай, раб твой. Говори, Владыка. Говори. Господь иногда говорит такие слова, которые трудно перенести. Смотрите у нас на стене, что написано. Ты оставил меня, говорит Господь. Оставил. Слушаешь людей. Боишься людей. Боишься правителя. Боишься священника, епископа, патриарха, папу. Ты оставил меня. Поэтому я проструну тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Почему? Я звал, вы не откликались. И когда вы вас зовете, я не услышу вас. В этих словах, слушайте его, заключается вся наша жизнь. Вот сейчас ты видишь людей, которые с заклепками в ушах. Что-то у них там играет, и они все время слушают. Я еще ни одного человека с заклепками в ушах не встретил, который бы слышал голос Божий. Он слышит другие голоса. На время, где-то, минуты какие-то, да, ты можешь услышать. Запись хорошая. А это нет. Это бездуховность. Живое слово, оно не вмещается. И когда начинаешь говорить, этих людей выметает отсюда. Вы видите как? Кое-кто вышел, потому что они голос Божий не слышат. И никто их так не обнаружит, как они сами. Господь Христос говорил, и написано, и благодать исходила из уст Его. Эту благодать Он дает людям, когда они несут Слово Его. Идите и говорите. Великую милость Бог оказал нам, что сделали перевод на родной русский язык. Мы еврейского-то не знаем языка. Греческого не знаем. Латынского не знаем. Арабского не знаем. Но есть люди, избранники Божии. Полиглоты называются. Полиглоты. Я недавно одного прочитал в Рубцовске. И он говорит. Я разговариваю, так перечисляю, 17 языков. А где ж ты выучил? Он говорит, в очередях, пока стоял в перестройку. Время много. Изучал. Его китайцы за своего признают. А то китайский язык очень непростой и трудный. Иероглифы. Что? Желание. Но если ты все знаешь, а душе повредишь, какая польза? Все знаешь, а голос Божий не слышишь. Зачем ты родился? И говорит. Я не понимаю Евангелие. Ты не считаешь и не понимаешь потому. Начни считать каждый день. Внимательно вникай. Останавливайся. И слово твое. Сойдется ли оно с Божьим? И тогда сердце в такт заговорит. Да, это я желал. Я говорю о себе. Я первый раз взял Евангелие. Я понял, что я его где-то слышал. Где? Во сне. Или не знаю даже. Но я считаю, это дяде напишу. Вот это выпишу отцу. Вот это матери. Вот это брату. Ну всем по листью. Как себе большую и толстую тетрадь. Это все мне, мне и мне дал Господь. Для меня написал это. Итак, эти слова мы видим, когда Господь выходит на служение миру. Ему крещение-то не нужно было. Он просто исполнил правду. И там снова раздался голос Отца Небесного. И так всегда. Если 1900 раз говорится при детях, то, наверное, Господь мог бы достучаться нам. А это больше, чем в сутках минут. И однако люди не слышат. Считаешь живое слово. Он как будто бы первый раз видит. А где ты взял это в Библии? Святая Библия, она нам это дает. А в моей Библии этого нет. Вот привыкли говорить. Пища нас не отдаляет и не приближает. Все говорят одинаково. Нет нигде. Обращаются братья и сестры. Нет где. Я написал, да ни одному, наверное, епископу, старообрядческий епископ, митрополит прислал мне тоже книгу свою, чтобы я дал как бы рецензию. Я говорю, вы обращаетесь к братьям и сестрам, но такого в Библии нет. И он написал, я учту это. Нигде нет этого. Обращаясь к братьям, это означает и к сестрам. К женщинам нельзя обращаться в храме. Иначе она будет в ответ что-то тебе говорить. Такое простое, казалось бы, братья и сестры. И патриарх это говорит. Почему? Потому что Библия не стала настольной книгой. И поэтому в преображении мы преобразим ум свой, разум, критерии, по которым мы двигались. Что самое главное для нас? Быть с Богом. Я уже говорил вчера, два пункта только надо выполнить. Всего два. Родиться свыше и слышать голос Божий. Это первое. Поступать по нему. Ну и на это силы нет. И второй пункт это быть движимым Духом Божьим. И самое невыносимое Бог сделает приятным, дорогим, бесценным, вечным. Ему слава в веки. Аминь.